Зеленский прибыл в Турцию, а президент США призвал предоставить Украине оружие, обстрел Мирнограда и Новогродовки. Это итоги пятницы 8 марта от команды новостей Донбасса. Я Екатерина Ковальчук и мы начинаем. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию. Его официальный визит начался с посещения корвета Гетман Иван Мазепа, который для военно-морских сил Украины изготавливают недалеко от Стамбула. Запланирована двусторонняя встреча Зеленского с турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом. По данным ОП, лидеры обсудят формулу мира безопасности судоходства в Черном море, а также освобождение украинских пленных и политических заключенных, которых удерживают в России. Также пройдет встреча украинской и турецкой делегации в расширенном формате. Тем временем министр обороны Великобритании Гранд Шапп записал видео из центра Киева. Он призвал мир поддержать Украину. Я в Киеве. Чтобы бить тревогу. Ведь что бы это означало, если бы мы позволили диктатору вроде Путина захватить демократическую страну? Что бы вы сказали о наших ценностях свободы и демократии? Итак, послание простое. Это наш тревожный звонок, чтобы убедиться, что Украина победит в этой войне. Как отметил Шаппс, Великобритания сделала больше, чем когда-либо, предоставив Украине самый большой на сегодня пакет военной поддержки. Теперь, по его словам, каждая страна должна сделать то же самое и обеспечить победу свободы над тиранией. Ранее министр обороны Британии объявил о выделении почти 420 миллионов долларов Киеву. Они пойдут на закупку более 10 тысяч дронов для ВСУ. О помощи Украине заявила и Чехия. Премьер-министр страны Петр Фиала сообщил, что уже собраны средства на закупку первых 300 тысяч снарядов. Накануне президент Чехии Петр Павел заявил, что союзники Украины собрали всю сумму средств, необходимую для передачи 800 тысяч артиллерийских снарядов. Предоставить Киеву необходимое оружие призвал американский президент Джо Байден. В своей последней перед грядущими выборами речи он немало внимания уделил Украине, начав свое выступление именно с этой темы. За рубежом Путин вторгся в Украину и сеет хаос по всей Европе и за ее пределами. Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, уверяю вас, он этого не сделает. Но Украина может остановить Путина, если мы ее поддержим. Предоставим оружие, необходимое ей для защиты. Это все, чего просит Украина. Они не просят американских солдат. На самом деле, американских солдат в Украине нет. И я полон решимости, чтобы так и оставалось. Байден подчеркнул, если Вашингтон перестанет поддерживать Киев, это поставит его под угрозу. Будут ли воевать в Украине европейские войска, пояснили во Франции. Ранее президент Эммануэль Макрон прямо заявлял о начале обсуждения этой идеи. Сейчас уточнил. Отправка войск возможно. Но при условии, если российские оккупанты прорвутся на Киев или Одессу. По словам представителя коммунистической партии Фабьера Русселя, лидер Франции показал парламентариям карты возможных направлений ударов россиян в Украине и упомянул такой сценарий продвижения фронта. Ранее Макрон уже отмечал, что союзникам Киева пора активизироваться в своей помощи. Не дня без обстрелов в Донецкой области. За эти сутки 9 человек получили ранения. Трое из них в Торецке, двое в Константиновке. Этой ночью под огнем российских войск оказались Мирноград и Новогродовка. Ранены двое мирных жителей. К счастью, обошлось без жертв. Но есть значительные повреждения. Разрушено здание общежития, по меньшей мере семь многоэтажных домов, газопровод и электроподстанция. Более 2,5 тысяч абонентов остались без света. Также одна из ракет попала на территорию шахты. Предварительно оккупанты били ракетами С-300. Из четырех населенных пунктов Кураховской громады ввели принудительную эвакуацию детей из Успеновки, Гановки, Веселого, Гая и Трудового. Как сообщает в Министерстве реинтеграции, планируется вывести 28 несовершеннолетних. Выехать в более безопасные регионы призывает и глава военной администрации часового яра. Сейчас в городе полный ад. Записывайте видео, обращайтесь к своим друзьям, к своим родным, которые остались. Передавайте видео нам. Мы будем показывать, будем передавать, и мы будем пытаться, чтобы люди, которые остались, тоже эвакуировались. Потому что оставаться в городе не то, что сложно. Сейчас это невозможно. В последние дни российская армия не прекращает наступать западнее Авдеевки. По данным аналитиков, в Дипстейт оккупанты активизировались на нескольких участках возле захваченного города. Также один из основных ударов россиян идет на северную часть села Бердычи. Там они хотят установить контроль и вытеснить украинские силы обороны в западную часть села. А это все на сегодня с понедельника по пятницу. Каждый день мы подводим итоги. Если вам нравится такой формат, подпишитесь на наш канал. Чтобы получать уведомления о выходе новых видео, не забудьте нажать на колокольчик. Также следите за нами в Телеграме и ТикТок. Ждем вашу подписку и комментарии. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok